Как увеличить трафик на ваш сайт? Сегодня я научу вас 27 техникам увеличения посещаемости сайта. И я покажу вам другие интересные публикации, которые были опубликованы на прошлой неделе. Кто меня не знает, меня зовут Анатолий Улитовский из SeoTools TV. Эй, ребята, не забудьте подписаться на мой канал, если вам понравится это видео. Я начну со статьи Брайана Дина, и он рассказывает о 27 техниках и как увеличивать трафик на свой сайт. И его первая техника – гостевая рассылка. Но Брайан Дин в своей статье рассказал, как он может увеличить трафик, используя эту технику. И что он обычно делает? Он добавляет некоторые ссылочные ресурсы в свои гостевые статьи, и люди могут перейти на эти ресурсы через ссылки на его сайте. Вы знаете, это интересная техника, потому что я помню, как однажды прочитал другую статью Ким Солы. Он подчеркнул в своей статье, что сложно увеличить посещаемость сайта, используя гостевые публикации, потому что стратегии обычно используются для ссылок только для этой цели. Другие техники – это интересные биографии, и они помогают получить реальный трафик во всем на его сайте. Вторая методика – обновление всех постов в блогах. Все зависит от сайта, конечно, но вам нужно сделать это, чтобы убедиться в том, что ваш блог предоставляет ценность для ваших читателей, и что именно нужно вам сделать для вашего блога. Чтобы проверить блог, просто прочитайте еще раз. Возможно, некоторая информация устарела, и вам нужно что-то изменить. Например, я знаю, что Нил Патель обычно платит деньги какому-то другому SEO-специалисту, который может проверить блог. Он может проверить с помощью Google Analytics, где можно найти некоторую информацию о поведении пользователя. И если вы видите, что поведение пользователя ухудшается, это означает, что вам нужно переписать все записи в блоге. Это, конечно, зависит от сайта. Например, HubSpot удалил 3000 постов блога, потому что эти ресурсы не имели возможностей, введения, времени и способностей. Они переписали все эти посты блога, и вы можете сделать то же самое. Хорошо, мы продолжаем. И эта интересная статья описывает третью технику использования ссылок типа «кликните на твиттер». Мне нравится эта методика, но она зависит только от тебя. Например, вы можете переписать или отредактировать публикацию, а также сослаться на другую публикацию или даже удалить ее. Если вы хотите удалить их, то просто проверьте, возможно, ваш блог имеет некоторые внешние обратные ссылки, и вы можете настроить их непосредственно на другие ваши статьи, и таким образом вы не потеряете обратные ссылки. Мы можем увидеть то, как Брайан Дин использует Twitter и Facebook в маркетинговых целях, но вы также можете использовать и LinkedIn. Конечно, это зависит от вашей аудитории, а затем, прежде чем добавить кого-то в соцсети, просто проверьте, является ли это вашей аудиторией. Вы можете использовать этот плагин на WordPress, и если кто-то хочет добавить несколько интересных цитат в свой аккаунт в Twitter, то с помощью этой статьи вы сможете понять, как это сделать одним щелчком мышки, например, добавить несколько кнопок. Вы можете увидеть в блогах Брайана Дина, как пользователи используют множество различных социальных методов. Я просто хочу рассказать вам, что это такое. Когда вы пишете какие-то ключевые слова в поиск Google, вы можете увидеть внизу страницы некоторые другие ключевые слова, если вы не нашли нужные вам ключевики. Вы можете нажать на них, чтобы получить другие результаты, и Брайан Дин обычно добавляет эти ключевые слова, как LCI-слова к своему контенту, и это помогает Google. Вы знаете, это поможет понять, является ли этот контент востребованным, и стоит ли ранжировать любые ключевые слова по-разному. И мы продолжаем. Совет номер четыре. Оптимизировать свой контент с помощью ключевых LCI-слов. Это интересно, потому что Google сообщает нам, что нет никакого определения ключевых LCI-слов. SEO-специалисты создали определение LCI, но оно не соответствует действительности. Вы могли увидеть, как именно можно найти LCI-ключевые слова и фразы, используя такие источники, как страницы Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest. Но да, это зависит от того, пишете ли вы о социальных сетях в своем блоге. Пятый совет. Получаете ли вы больше трафика из своих постов в вашем блоге с преобразованием контента? Это интересная техника. Я мог бы выжать еще больше пользы из этого контента, и я превратил этот пост в видео для YouTube. Если знаешь парня Гэри Ви, то ты знаешь технику, которую он использует. Он преобразует один тип контента в другой, из текстового, в видео или аудио формат. Вы можете сделать так же. Если вы пишете отличные статьи, то почему вы не можете создать отличное видео или даже аудиоподкаст и поделиться с различной аудиторией, так как люди предпочитают разные форматы? И, например, мне нравится слушать аудиоподкаст, а другим людям нравится смотреть видео. Кому нравится читать? Это зависит от наших предпочтений. И вы можете конвертировать в различные подходящие форматы для вашей аудитории. Совет номер шесть. Продолжайте подкасты. Да, это интересно, потому что 27% американцев регулярно слушают подкаст. Это значит, что это работает, и что Брайан Дин принимает участие в различных подкастах. И вы также можете это сделать, потому что в этом случае вы можете повысить узнаваемость своего бренда и получить ссылки из этого подкаста, как из источника. Да, это работает определенно. Хорошо, что вы можете сделать, так это использовать Басума или любые другие инструменты социальных сетей, где вы можете проверить блогеров, которые делятся тем же контентом и спрашивать их мнение. И для этого можно использовать Outreach. Брайан Дин обычно так и делает, и это работает. И совет номер восемь. Стратегия перезапуска контента. Это значит то, что вы можете перезапустить любой другой тип контента, который знаете. Неплохо-неплохо. Никто не знает, что было использовано в процессе, хоть это и зависит от обстоятельств. Но вам нужно использовать различные стратегии и различные виды техник. И совет номер семь. Продвигайте свой сайт с помощью блогеров. Да, ты можешь использовать это, как какой-то блогерский Outreach. Я знаю, что Брайан Дин использует множество различных техник блогеров, и прямо сейчас он использует блогеров, и вы можете увидеть это здесь. И он подчеркнул этот процесс. Я отправил персонализированное письмо блогерам, которые уже сейчас поделятся контентом по моей теме. И что мы видим здесь? Брайан Дин поделился своим контентом в социальных сетях и разослал информационные рассылки подписчикам и тому подобное. Это значит, что когда вы создаете новую интересную статью или другой тип контента, вы можете поделиться ним с разной аудиторией, отправить вашим подписчикам уведомления через почту, используя Фейсбук или любые другие платформы. Совет номер 9. Создавайте контент для влиятельных людей. Создавать контент, который нравится влиятельным людям, всегда сложно, потому что я думаю, что влиятельные люди знают о высоком качестве контента. И даже если вы создаете качественный контент, эти люди могут знать нюансы из вашей статьи. Вам нужна уникальная информация. И правда в том, что Брайан Дин публикует по статье в месяц, потому что он тратит очень много времени на то, чтобы найти интересную информацию и только потом объединить ее. Он создает нечто уникальное. Совет номер 10. Обменивайтесь видеороликами в LinkedIn. Да почему бы и нет? Знаете ли, что пользователи социальных сетей любят смотреть видео и показывают их в 6 раз больше, чем обычные публикации? Как вы можете видеть, Брайан Дин берет свои видео и переиздает их на LinkedIn. И это помогает получить определенные результаты. Важно знать, что не стоит публиковать то же самое видео на YouTube, LinkedIn или Facebook. Пользователи YouTube предпочитают смотреть длинные видео, и поэтому люди заходят на YouTube, чтобы просто смотреть видео. Но у пользователей LinkedIn и Facebook есть другая цель – посещение этих платформ. И если пользователи смотрят видео, то предпочитают смотреть короткие версии видео. Это развлекательные видео с вставками из различных видео, и мы видим, что это несомненно работает. Совет номер 11. Конкурсы от компаний. Да, люди любят бесплатные вещи. Конечно, кто не любит бесплатные вещи? Вот пример конкурса, который недавно проводил мой друг Кохан. Если у вас есть какие-то временные рамки конкурса, это старая техника, но она очень помогает, особенно в контекстной рекламе, когда вы можете показать ограниченное предложение или устанавливаете срок конкурса. Все знают, что использование такой техники улучшает продажи. Совет номер 12. Добавьте триггеры к вашему контенту. Я думаю, что Брайан Дин рассказывает о некоторых триггерах, которые вы можете найти в плагине WordPress, где есть много различных триггеров. Совет номер 13. Перенаправляйте рекламу на Facebook, которую вы показываете на своем сайте. Нужно добавить пиксель в Facebook и Google Pixel и перенаправить их, потому что посетители вашего сайта должны встретиться с вашим брендом 7 раз, прежде чем они решатся на покупку. Иногда люди могут открывать и покупать, но если вы переадресуете много, то вы можете увеличить продажи плюс 70% на неопределенный срок, и вам нужно это сделать. Это означает, что реклама на платформах в Facebook и Google является самой большой. Важно настроить параметры пикселей в Facebook и Google. Совет 14. Уменьшьте ваш коэффициент отказов. Это интересно, потому что вы можете проверить уровень отказов, используя Google Analytics. Вы можете взять эти данные и проанализировать, какой процент отказов у вас есть. Но нужно понимать, что это зависит от ваших страниц. Например, информационные страницы, такие как рабочие, имеют более высокий показатель отказов. Например, от 60 до 90%. Но для коммерческих страниц это около 30%. Да, тебе нужно обдумать этот факт. Брайан Дин тратит много времени, чтобы проверить это. И это хорошая техника. Брайан Дин является мастером в этом. Он публикует материал с длинным содержанием для того, чтобы поделиться больше информации со своей аудиторией. И причина, по которой он обычно делает длинный контент, это то, что статья ранжируется лучше, чем короткий вариант. Геннелия сказала, что Google не имеет системы, чтобы считать слова в вашем контенте. Но многие исследования, даже Брайан Дин сделал исследование, что длинный контент лучше. Это около 1890 слов. В первой десятке этот средний параметр одного содержания, около 200-2000 слов. Совет номер 16. Оптимизация под Google Мобиль First Index. Совет номер 17. Создайте активный канал на YouTube. Да, причина, по которой я записываю это видео, потому что оно работает и помогает продавать мою продукцию, а также помогает Брайану Дину. И даже в 2022 году, согласно статистике, люди будут смотреть больше видео, и видео будет занимать 82% от всего трафика. И это большое количество. Конечно же, вам нужен канал на YouTube. И мы продолжаем дальше. Я думаю, что вы знаете, когда Google проинформировал в первый раз о Mobile First Index. Многие владельцы сайтов поняли, что им нужно изменить многое на сайте. Но если у вас есть адаптивный и отзывчивый дизайн на вашем сайте, то вам не нужно беспокоиться о многом. Просто проверьте мобильную версию и откорректируйте ее, или исправьте некоторые ошибки, если они у вас есть. Потому что более 60% пользователей используют мобильную версию. Совет 18. Публикуйте вирусный контент всегда. Сложно создавать вирусный контент и не так просто найти то, что будет вирусным. Для меня лучше создавать качественный и ценный контент. И если ты сможешь прикоснуться к разуму людей, чтобы сделать контент вирусным, то это будет здорово. Конечно, это будет очень здорово. Теперь перейдем к совету номер 19. Продвижение публикаций и видео в блогах на Q. Q – это чертовски простой способ заставить людей рекламировать ваш контент в социальных сетях. Все, что вам нужно сделать, это предоставить лучший контент, и они попросят влиятельных лиц поделиться им на Facebook, Twitter, LinkedIn и многих других. Недавно я продвинул одну из своих публикаций в Q и получил несколько репостов для влиятельных людей в пространстве цифрового маркетинга. Думаю, что и вы можете попробовать эту технику. Совет номер 20. Повторная публикация старых статей в LinkedIn. Вы знаете, что вам нужно использовать не только LinkedIn и Medium, но вы также можете настроить канонические теги на вашу страницу. Канонические теги показывают вашу главную страницу, а Google должен оценить. Почему бы вам не сделать так, добавлять все свои статьи в LinkedIn и получить результаты? Почему бы и нет? Я думаю, что много разных запросов с Analyzer, Pinterest или SEMrush и Answers the Public, но Брайан Дин показывает нам анализатор запросов безума или Answers the Public, чтобы найти те запросы, которые люди ищут, и вы можете найти запросы для своего контента. Это работает и дает хорошие результаты. Хорошо. Совет номер 21. Используйте анализатор вопросов, чтобы создать безумно полезный контент. Совет номер 22. Добавьте привлекательный контент и публикации для социальных сетей. Это означает, что в социальных сетях вам не обязательно иметь уникальный контент, и вам не нужно добавлять весь свой контент. Добавляйте только тот контент, который будет интересен для вашей аудитории в соцсетях. Если вы уже используете некоторые функции для захвата, будет здорово, если это сработает. Например, для заголовка можно добавить цифры, скобки, различные символы, несколько слов и просто найти интересные слова, которые свяжут вашу аудиторию и ваших пользователей. Следующий совет 23. Улучшение скорости органического перехода. Я думаю, что это важно. Вы могли бы улучшить название или описание, или даже добавить разметку схемы и выбрать различные техники. Хорошо. Совет номер 25. Украсть трафиковые ресурсы ваших конкурентов. Вы можете использовать SimilarWeb в этом, чтобы проверить, получают ли ваши конкуренты трафик, и вы можете использовать такую же технику. Это помогает, и я вижу, что Брайан Дин также подчеркнул SimilarWeb. И совет номер 24. Опубликуйте больше постов в листинге, потому что когда у вас есть список публикаций, вы можете сэкономить время своих читателей. Они не должны фильтровать контент Google, потому что они не имеют публикации в виде такого списка, и этот список ранжируется по запросам, и это определенно работает. Совет номер 26. Проводите трафик на ваш сайт с форума. Многие пользователи регистрируются на форумах и пытаются сразу оставлять ссылки на свои сайты, но лучше помогать людям до того, как вы оставите ссылку. Когда люди видят того, кто им помог, они запоминают его и в будущем рекомендуют вас или ваш материал, или даже купят вашу продукцию. Почему бы и нет? Вы знаете, я думаю, что вам нужно работать в форумах или на них, но не использовать каждый форум для своей ниши. Просто выберите лучшие один, два или три форума, и вам не нужны любые другие. Лучше обратить внимание на Quora и Reddit или другие подходящие форумы, связанные с этой темой. Вам нужно быть активным и нужно помочь людям. Многие пользователи регистрируются на форумах и пытаются сразу оставлять ссылки на свои сайты, но лучше помогать людям до того, как вы оставите ссылку. Когда люди видят того, кто им помог, они запоминают его и в будущем рекомендуют вас или ваш материал, или даже купят вашу продукцию. А почему бы и нет? И я думаю, что у Брайана Дина есть бонусная стратегия, как обычная публикация в социальных сетях в стратегическое время. Например, для Twitter я обычно создаю много публикаций и настраиваю свой аккаунт. И совет 27. Синдицируйте контент в Medium. Да, как я уже говорил, вам нужно использовать Medium, а также LinkedIn и синдицируйте контент, где вам не нужно создавать уникальный контент для настройки канонических. Я начал применять свой Twitter аккаунт примерно неделю назад, и сейчас у меня сотни пользователей, которым интересен мой аккаунт. Что вам нужно сделать, так это составить расписание интересных публикаций в Twitter или других социальных сетях, и для этого вы можете использовать множество инструментов в интернете. Как показывает Брайан Дин, на этот раз лучше публиковать контент, но я думаю, это зависит от вашей аудитории. Вы можете использовать данные от Брайана Дина или найти другие данные. Как и в других инструментах ключевых слов, вы можете использовать ключевые слова везде и пользоваться при этом рекомендациями Гугла. Это отличный инструмент, и теперь твоя очередь. Спасибо, Брайан. Это потрясающая статья, и мы продолжаем дальше. В следующей статье они расскажут вам о том, как вернуть ваш бай-тубай контент-маркетинг из мертвых. Самая главная проблема в контент-маркетинге – это то, что 88% сайтов в бизнесе используют контент-маркетинг. Это означает, что это хорошо работает. Нил Паттель многократно подчеркивал, что в интернете у нас 1 миллиард блогов и много публикаций на WordPress. Я не помню точного числа, но оно просто огромное. И да, это соревнование, ведь это очень конкурентоспособно. И если вы хотите быть в этой конкурентной среде, вам нужно подумать, что обычно делают ваши конкуренты и предоставить что-то совершенно другое. Что мне понравилось в статье – это то, что автор этой статьи – Катрина, и она выделила 6 способов вдохнуть новую жизнь в ваш контент. Разумеется, вы должны знать свою аудиторию, прежде чем предоставлять что-либо, а не писать или создавать для нее контент. И если вы не знаете свою аудиторию, то как вы можете создавать контент, который понравится вашей аудитории? Потому что вы не можете создавать контент для всех. Почему? Это живое! Это живое! Это живое! Люди разные, и некоторые предпочитают одно, а другие – другое, но вам нужно найти свою аудиторию, и вы можете использовать Google Analytics для этого. Если у вас есть существующая аудитория, но у вас нет персонажей для читателей, то тогда просто найдите интересную тему в интернете и создайте персонажей для своих читателей. Во-вторых, просто распространяйте и отслеживайте, когда создаете любой кусок контента. Вот три вопроса, которые необходимо продумать. Почему его производят? Где он распространяется? И как он будет отслеживаться? Конечно, вы знаете, что вам нужно изучить конкурентов, свою матрицу и проанализировать, что вы можете изменить во второй раз или даже отредактировать существующий контент. И всегда, всегда анализируйте результаты, потому что никто не знает, что работает, а что нет. Но если вы проанализируете данные, то можете сделать выводы о том, что вам нужно изменить в вашей стратегии. Номер три соответствует правильному содержанию для нужных людей. Различия между поколениями можно найти и в предпочтениях контенту. Молодые потребители предпочитают видео и социальный контент, в то время как старшее поколение чувствует себя более комфортно с электронной почтой. Да, вам нужно найти несколько каналов распространения и использовать их для вашей аудитории. Номер четыре. Найди свою нишу. Знаешь, даже если у тебя есть некоторые темы, такие как похудение, и это очень конкурентная тема, крупные компании вкладывают миллиарды долларов для этой области. И если вы хотите сравниться с ними, не пытайтесь создать какие-то общие тематики, такие как добавки для похудения, лекарства для похудения или что-то еще в этом роде. Просто найди свой собственный путь. Узнайте, почему неактивны ваши конкуренты, и учти, что 15% новых ключевых слов появляются каждый день. Это означает, что у вас есть работа, в которой вы можете найти интересный способ предоставить или создать свой контент. Путь номер пять. Экспериментируйте и обновляйте большинство наших рекомендаций, которые мы давали до сих пор. Тщательно планируйте их содержание. Конечно, у вас должен быть какой-то план контента, и вы должны учитывать ваши существующие ресурсы. Есть ли у вас деньги, чтобы нанять каких-то запасных дистанционных специалистов, или у вас есть время на создание всего этого контента? У вас есть все шансы, чтобы применить знания из разных областей и создать что-то информативное. Если вы не предоставите аудиторию новую информацию, никто не будет ставить ссылки на вас, и никто не будет читать эту статью, потому что есть много других статей, кроме вашей. Например, я не буду писать 50 статей в месяц, потому что у меня нет столько ресурсов. Такие, как Брайан Дин, могут создавать только одну статью в месяц. Я думаю, что он хочет написать две статьи в месяц, но у него нет ресурсов на это. У него есть возможности, чтобы создать только одну супер статью. Да, нужно подумать об этой технике, и прежде чем создавать что-либо, вам нужно проанализировать и убедиться, что у вас есть ресурсы для создания статей. Путь номер 6. Это нечто иное. Мне этот пункт нравится еще больше, потому что вам не нужно будет ничего переписывать. Если вы проверили своих конкурентов, вы должны найти их слабые стороны и воспользоваться своими сильными сторонами. И мы перейдем к номеру 7. Мы закончим этот пункт, сделаем выводы и перейдем к следующей статье. Следующая статья от МОЗ, и это статья о звездах в обзорах Google. И по словам МОЗ, Google анонсировал то, что они будут ограничены в поисковой выдаче определенными схемами и перестанут отображать отзывы, которые кажутся им фейковыми. Если у вас есть какая-то рейтинговая система на вашем сайте, то Google может проигнорировать ее и не вносить ее в список выдачи поиска. И вам не нужно будет удалять свою собственную рейтинговую систему на сайте, если она помогает вашим существующим пользователям анализировать ваши продукты. Знаете, мне нравится эта тема, потому что я работаю в SEO-сфере более 10 лет. За это время многократно менялись SEO-методы. Сегодня вам нужно обратить внимание только на то, чтобы использовать технику White Hat. Но Google не покажет этот рейтинг. Это звезда в их поиске. И вы можете видеть, что за понедельник Google упал на 14%. Также вы можете видеть, что наибольшее падение было в финансовой отрасли 46% недвижимости. Вы можете прочитать эту статью. Она очень интересная. Там есть много разных данных. Есть несколько вопросов и ответов. И мы продолжаем. Следующая статья из Кошеду. 13 маркетинговых ошибок, мифов и заблуждений, которых следует избегать. Если вы используете технику White Hat, это не значит, что вы получите трафик. Это значит, что вы должны быть лучше, чем ваши конкуренты. Что мне нравится в этой статье, так это то, что вам не нужно внедрять то, что не работает сегодня. И первый пункт в этой статье – SEO мертво. SEO не мертво, потому что SEO дает больше трафика, чем контекстная реклама. А по данным Search Engine Land, в 11 раз больше. По словам МОЗ, это примерно в 3-4-6 раз больше трафика от органического движения. Конечно, сегодня сложно конкурировать с крупными сайтами, у которых много обратных ссылок. Но если вы создадите интересный и уникальный материал и используете технику White Hat, то вы определенно получите результат. И второй миф для поведения эффективной маркетинговой компании – нужен огромный бюджет. Конечно, с большим бюджетом проще предоставить показатели в большинстве маркетинговых компаний и проанализировать эффективность этой компании. Но если у вас нет такого бюджета, то вам нужно проанализировать, что вы можете предоставить с вашими ресурсами. Например, контент-маркетинг для длинных ключевых слов или другие части. Но знаете, все, конечно, зависит от вашего бюджета. Если у вас нет бюджета, но есть только свободное время и ваши конкуренты, то подумайте, как вы можете сделать что-то лучше, чем ваши конкуренты. Миф номер три. Не стоит запускать компанию, пока не выберете правильные инструменты для нее. Знаешь, некоторые блогеры и владельцы сайтов не используют никаких инструментов и получают трафик. Конечно, это зависит от обстоятельств. Знаешь, я думаю, лучше использовать инструменты. Если вы используете инструменты, то вы можете получить лучшие результаты, чем без инструментов. Так как вы можете анализировать и находить быстрый способ для того, чтобы предоставить контент или разрабатывать маркетинговую стратегию вашего проекта. Миф номер четыре. Маркетинг неизмерим. Знаете, вы можете использовать Google Analytics или Google Search Console или Simrush и Moz. Существует множество показателей, с помощью которых вы можете измерять свои маркетинговые кампании и таким образом просматривать результаты. Но если у вас нет денег на покупку профессиональных инструментов, вы можете использовать Уберсаджес от Нидл Паттеля. Ответь публике. Или же просто найдите другие бесплатные инструменты. Миф номер шесть. Все на вашем сайте должно быть проверено. Миф номер пять. Всегда проверяй. Я не думаю, что это делаю только я, но вам нужно тестировать, вам нужно много тестировать, потому что мы не знаем, что работает, а что нет, и никто этого не знает. Да, мне нужно прочитать это, и я собираюсь получить обратный толчок за то, что назвал это популярное выражение ошибкой. Хоть тестирование и важно, но у вас должно быть достаточно трафика на вашем сайте, чтобы ваш тест был успешным. Анализ сайта вы тоже можете улучшить с помощью тестирования. Знаешь, это зависит от твоего времени. Если у вас есть это время, то лучше проверить все, но если у вас нет времени, расставить приоритеты. Выберите типы страниц, на которых продаются товары, и страницы, которые вам нужно изменить. Так что я думаю, что лучше сначала проверить свои приоритеты. Миф номер семь. Социальные медиа не приносят дохода. Вы знаете, люди по-разному мыслят в социальных сетях, и люди не хотят покупать продукты с помощью социальных сетей. Но вам следует подумать об этом более углубленно, потому что у нас есть воронка продаж, и вы можете прикоснуться к мнению пользователей, чтобы сделать бренд узнаваемым, или любой другой метод из воронки продаж. Миф номер девять. Один негативный отзыв может частично свалить трафик в вашей компании. А именно, попытаться продать их напрямую, просто рассказать о вашей продукции, предоставить им другие интересные вебинары с рассказом о типе контента, который принесет им ценность. Я согласен с тем, что вам нужно изменить их мышление и создать узнаваемость бренда, которая поможет вам в будущем. Миф номер восемь. Пользователи мобильных телефонов не совершают покупок. Думаю, что они не делают покупки, так как это проще сделать с помощью настольной версии. Но ведь люди могут делать это и на мобильных устройствах. И да, почти 40% всех электронных покупок в период отпусков 2018 года были сделаны на смартфоне. Ого! Это ведь целых 40%! И это большое количество! Знаете, однажды была традиция утверждать, что люди покупают продукцию у компаний, имеющих оценку от 3,5 до 4,5. Это означает, что если у вас 5 звезд, люди могут не поверить этим отзывам и подумать, что это фальшивые отзывы. Видите ли, лучше иметь разные типы отзывов. Амазон испытывает проблемы с лживыми отзывами, и более чем 68% пользователей доверяют только положительным отзывам, а не сочетанию положительных и отрицательных. Знаете, однажды была традиция утверждать, что люди покупают продукцию у компаний, имеющих оценку от 3,5 до 4,5. Это означает, что если у вас есть 5 звезд, люди могут не поверить этим отзывам и подумать, что это фальшивые отзывы. Видите ли, лучше иметь разные типы отзывов. И если у вас есть негативные отзывы, просто простите этих людей. И я знаю, что 20% пользователей, которые ставили плохие отзывы, могут изменить свое мнение, потому что вы можете поговорить с ними и узнать, что было не так, и просто попытаться решить эту проблему. Миф номер 11. Рынок контент-маркетинга слишком переполнен, чтобы ваша компания могла конкурировать. Знаете, я думаю, что все переполнено, но вы можете найти нишу даже в своей конкурентной теме. Миф номер 10. Если ты построишь это, они придут. Конечно же нет. Если вы создаете контент, даже самый лучший контент в мире, люди могут не знать о вашем контенте. Google узнает об этом контенте, если вы его будете продвигать. Продвигать, используя социальные сети, используя ссылки и создавать любые другие различные методы, потому что это помогает продвижению вашего контента и без продвижения. Лучше проанализировать конкурентов и тот контент, который они предоставляют, проверить, не переписывают ли они весь устаревший контент. Вам нужно обдумать это, а затем найти некоторые интересные темы, о которых вы можете предоставить тот или иной вид контента, который поможет людям. Миф номер 12. Копирование ваших конкурентов – это хороший способ развернуть ваши маркетинговые компании в цифровом формате. В следующей статье SkyScanner пересматривает бренд, переходя к более эмоциональному маркетингу. Мне нравится этот момент, потому что 75% наших решений принято из-за эмоций и только 25% из-за логики. Никогда не копируйте, не копируйте, а лучше создавайте собственный продукт. И если у вас нет собственного продукта, я не думаю, что у вас будет какое-то будущее, потому что клиенты могут увидеть продукцию ваших конкурентов и узнать, что их продукция известна. Зачем им нужно покупать у вас на сайте? Миф номер 13. Аутсорсинг цифрового маркетинга означает, что вам не нужно беспокоиться. Знаете, я думаю, что лучше контролировать, даже если вы отдаете какую-то работу на аутсорсинг. Но лучше знать, как анализировать результаты и настраивать различные параметры для их проверки. Да, это хорошая статья. Я настойчиво рекомендую вам прочитать эту статью. Тут мы видим, что SkyScanner имеет огромную аудиторию, около 100 миллионов пользователей, и решили сделать более эмоциональный маркетинг, потому что люди хотят почувствовать, что они прикасаются к этому продукту и понимают этот продукт. В следующей статье мы продолжим развивать глубокий контент в маркетинг, в воронке продаж. Вы знаете, что мне нравится в этой статье? Это 6 этапов воронки продаж для buy-to-buy маркетинга, потому что мы знаем, что некоторые ресурсы выделяют 5 этапов buy-to-buy маркетинга, но у нас здесь есть 6. 6 этапов, и это этап осведомленности о продукте. Это так просто. Тебе нужно сделать так, чтобы бренд узнавали. Особенно полезно, если вы используете социальный медиа маркетинг. Самое интересное, если ваши клиенты знают о вашем существовании, и на следующем шаге вы можете выделить, как ваши продукты решают их проблемы. И да, после этого люди будут заинтересованы в вашем продукте. И вы знаете, что когда вы предоставляете какие-либо маркетинговые компании, лучше всего показать людям, как они используют этот продукт, и то, как этот продукт решает их проблемы. Не выделяйте только специальные функции, потому что они не помогают продавать эмоции. Это интересная статья, которую вы можете прочитать, и она вам понравится. Следующий шаг – это рассмотрение. Когда клиенты сравнивают и рассматривают ваши продукты, чтобы купить их. Это общий этап. На этом этапе пользователь определенно думает купить ваш продукт, и вам нужно работать, чтобы продвигать ваши продукты более сильно, чем обычно, и рассказать о ваших важных особенностях, и как эти продукты могут помочь им решить их проблемы. И последний этап – это ремаркетинг. Конечно, я думаю, что вы можете использовать ремаркетинг в Facebook и в Google, потому что это помогает вернуть посетителей на ваш сайт. Это помогает выработать некоторые интересные предложения для ваших клиентов, например, дать им скидки или любые другие предложения, из-за которых они захотят вернуться. Например, людям иногда просто не хватает времени, чтобы открыть ваш сайт. Следующий шаг – это эволюции. Если вы продаете свою продукцию, то вы должны проводить больше времени с клиентами, чтобы помочь им и объяснить, что ваши продукты вы можете продать снова. Вы знаете, даже если вы используете контекстную рекламу, вы должны учитывать, что уровень конкуренции является достаточно высоким. А это значит, что вам нужно уделить длительный период времени одному клиенту, и только так вы сможете вернуть свой ROI. Следующая статья – с сайта SashHacker.com. Из статьи я не нашел автора, но он объяснил, как МОЗ вырос до 700 миллионов выручки. Интересно, когда я поделился этой статьей в Твиттере и в СМИ, мне сказали, что данные из этой статьи являются неточными, особенно данные об истории органического поиска трафика с 2012 года. В большинстве статей используются данные из 7 раз, чтобы выделить, какой трафик у МОЗ был в то время. И я определенно рекомендую вам прочитать эту статью, потому что Рэнд Фишкин использовал много разных техник для продажи собственной продукции за 1 доллар, не за 70. Но он сделал ограниченное предложение по продаже этого продукта. К примеру, электронные письма, которые он посылал своим клиентам. Я думаю, что все ненавидят такие всплывающие окна. Я не люблю использовать их, но я думаю, что вы можете настроить всплывающие окна, так как вы знаете свою аудиторию и сделать это так, чтобы это не беспокоило их. Следующая интересная статья из WordStream с 7 удивительно эффективных всплывающих рекламных стратегий. Например, если у вас нет сильной и большой аудитории, лучше не использовать всплывающие окна, поскольку вы можете потерять эту аудиторию. И в этой статье WordStream объяснил, как вы можете использовать ее на странице в скрытой форме. Если вы открываете какой-либо сайт и видите всплывающие окна, то вам нужно скрыть их. Из этого примера я вижу, что вам нужно нажать только одну кнопку. Если у вас много полей во всплывающем окне, люди могут проигнорировать это. Это всплывающее окно, потому что они ленивые. Запомните эти поля, но если вы их скрываете, используйте только одну кнопку, так как вы можете подключить пользователей. Когда вы подключаете своих пользователей, у них нет другого выбора, кроме как заполнить несколько полей с информацией, а потом дать покупателю первую скидку. Особенно, если у вас ограниченные сроки акции или ограниченные предложения. Это определенно поможет вам продать вашу продукцию, предложить обновление контента, электронные книги или эксклюзивный контент. Знаете, иногда нужно давать продукцию бесплатно, а когда предлагаешь какую-то электронную книгу или эксклюзивный контент, можно получить новых подписчиков, и в будущем они будут покупать твою продукцию. Почему бы не заполучить этот процент продаж? И следующий совет реклама бесплатной демо-версии. Вы знаете, что если люди не знают ваш продукт, им трудно сказать, поможет он им или нет, но если вы предлагаете демо-версию или ограниченную версию, они могут проанализировать и принять решение о покупке. Это определенно поможет пользователям купить этот продукт. Еще раз скажу, что следует напомнить посетителям и делать ограниченное время предложения. Я уже несколько раз говорил об этом. Переходим к следующему совету. Отправьте их на соответствующую целевую страницу с помощью электронной почты. Да, если вы настроили вашу маркетинговую компанию по электронной почте, вы можете использовать этот совет, чтобы отправить их на целевую страницу, а не на главную страницу или другие страницы вашего сайта. Хорошо, перейдем к следующей статье. Это 25 лучших SEO-блогов по мнению 127 читателей. Следующий совет о том, как оставить корзину. Я думаю, что у многих людей, а точнее клиентов, у них нет времени заполнять всю свою пустую корзину, а это значит, что их можно вернуть. Вы спросите, как? Вы можете использовать определенные всплывающие окна. Спасибо, WordStream, за информацию и мы идем дальше. Мне нравится этот список, потому что я обычно люблю читать SEO-блоги. Жаль, конечно, что у меня нет времени читать их все, но я сканирую много информации в блоге. Я добавляю их в свой аккаунт Feedly и там я могу проверить, что мне больше понравилось. Следующая статья Способы изменения привычек, чтобы сделать маркетинг Google более эксклюзивным. На первом месте Backlink. На втором OCHREVS, потому что в блоге OCHREVS публикуются профессиональные и интересные статьи. На третьем месте MOSS Search Engine Journal, Search Engine Land, Search Engine Roundtable, Simrush, NewPattle и множество интересных блогов. И у нас есть даже отзывы из этих блогов. Вы можете открыть этот сайт. Это интересно. Ладно, идем дальше. Интересно, подумаем с Google. Ты можешь прочитать эту статью и убедиться в чувстве ответственности при работе с Google. Я думаю, дело скорее в командной работе. Вы знаете, что ваша команда может сотрудничать вместе. Партнерство с агентствами, которым не безразлично. Если ваше агентство хочет зарабатывать деньги с вашей стороны, то лучше иметь длительное сотрудничество. Тогда они хотят продать свою продукцию, чтобы помочь вам. После получения результатов вы оплачиваете их услуги. следующий совет используйте реальных людей во время всей работы. Вам не нужно использовать ботов и вам лучше воспользоваться проверенными рабочими ресурсами. Еще один совет подумайте обо всех аспектах вопроса. Последний совет творческий подход и целостный подход к работе со средствами массовой информации. Партнерство с другими СМИ для измерения прогресса взгляд за пределы своего кругозора превращение вовлечение повседневную привычку для своей команды и не забудьте действовать. Вы можете прочитать эту интересную статью, а затем мы перейдем к статье из журнала Search Engine Journal. Да, вы можете прочитать эту статью. Я не помню, почему я открыл эту статью и возможно я нашел там интересную информацию, но прямо сейчас я этого не увидел. Окей, в следующей статье нам показывают 5 шагов, как можно добиться большего влияния и взаимодействия с другими. Я думаю, что сейчас важно устанавливать связи с другими, используя такие социальные медиа, как твиттер и вдохновляться другими. Просто найди способ, как именно другие люди могут помочь тебе. Да, ты можешь выделить эти моменты. И думаю, если ты не будешь терпелив, ты не можешь двигаться вперед. Тебе нужно любить свою работу. В понедельник утром тебе не нужно думать о том, что это только новая неделя. следует идти на свою работу, чтобы добиться новых результатов. Да, очень важно попробовать что-то новое и искать что-нибудь новое, новые моменты и уникальные предложения. Это определенно поможет вам научиться достигать высоких результатов и сосредоточиться на своем росте, креативности и вовлечении заинтересованных сторон. Хорошо, в следующей интересной статье рассказывается о способах совместной работы с нано-влиятелями в Инстаграм. Очень интересно, потому что я знаю, что многие бренды используют Инстаграм специально для сотрудничества с влиятельными людьми. Следующий совет пригласите человека стать послом бренда. О, я думаю, что это стоит много денег, но вы не должны платить Ким Кардашьян или Криштиану Роналду сумасшедшие деньги. Просто найти влиятельных людей от 10 тысяч до 100 тысяч подписчиков и попробовать сотрудничать с ними, начав делиться аукционными купонами и скидками. Еще один совет это отправлять вашу продукцию на рассмотрение или тестирование. Если у вас есть кто-то доверенный, вы можете отправить им продукты или доступ к вашим услугам и спросить их мнение, потому что они могут поделиться этими продуктами, если это полезно для них. Если вы можете предложить аукционные купоны и скидки для подписчиков этих влиятельных людей, почему бы не сделать это? Так вы сможете стать спонсором и генерировать пользовательский контент. Используйте смс для генерации новых продаж. Ненавижу получать много смс, но это работает. И последняя статья из Roundup Post Советы и идеи для нестандартной маркетинговой деятельности. Получить обратные ссылки благодаря Хара. Определенно нужно попробовать этот ресурс, потому что на нем вы можете узнать, как там достичь расположения журналистов. Это известный ресурс и вам следует использовать переадресацию ссылок, чтобы связаться с членами группы Facebook. Знаете, вы должны найти группы в Facebook, где есть люди из вашей индустрии, которые ведут обсуждения друг с другом. Почему бы не попытаться достичь их? Нужно ли отвечать на вопросы? Да, почему бы и нет? Я не думаю, что это сложно, но это интересно и полезно для роста аудитории. Просто потратьте немного времени и найдите там что-нибудь интересное для себя. Нестандартное распространение контента. И да, мне нравится идея обучать клиентов, а не топить их в рекламе, где бы они не находились. Лучше иметь YouTube канал, на котором вы распространяете контент с помощью различных способов, и тогда вы можете анализировать, какой из них работает для вас, извлекать максимум пользы из интеграции. Создание ценного контента это одно дело, но эффективное распространение это совсем другая история. Это значит, что вы можете использовать различные социальные сети для распространения вашего контента на форумах или других местах. Найдите момент, чтобы попросить клиентов оставить отзыв, почему бы и нет, потому что если клиенты дают обратную связь, то она определенно поможет продать больше ваших товаров в будущем. Привлекайте других к участию в вашей рекламной компании на ранней стадии. Ответьте на вопросы аудитории и используйте SEO глоссарий и думайте нестандартно. Если вы проводите мозговой штурм, то вы сможете найти и другие пути. Вы знаете, даже самые сумасшедшие идеи иногда могут быть реальными и вы можете их реализовать. Главное думать об альтернативных платформах для охвата новой аудитории. Отслеживание поведения пользователей и то, как они ведут себя, вы должны понимать аудиторию и ценить ее больше, чем ожидания клиентов. В реальности вы можете прочитать об этом. И на сегодня все. Я думаю, вам понравилось это видео. Надеюсь, в следующий раз я запишу еще более интересное видео о SEO, которое поможет вам получить органический трафик. Увидимся в следующий раз. Спасибо за внимание! До свидания!